Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, давненько мы не играли с вами в жестокие улицы. Так, Brutal Street 2, один год. Вернитесь в старые кварталы из Brutal Street 1 за новыми битвами. Побеждайте и получайте шанс на набор молний для боксера на первую годовщину и на кольцо в честь первой годовщины. Интересно, так чего же вы ждете? Ребят, я ничего не жду, я как раз и отправляюсь туда. Ух, повеселимся сегодня. Да, ребята, у нас новенькие здесь обновления, новые фичи, так что будем сегодня все это смотреть. Вау, боксер, нифига, вот это прикид у тебя, а мне нравится. А ну-ка, давайте посмотрим, насколько он хорош, насколько он крепок. Ага, получает пока свое. Так, ребят, ну как видите, у него здесь помощница, он здесь не один, поэтому нам придется здесь немножко изъявить сноровочку, чтобы выиграть. Но, как я вижу, у Ассасинки, кстати, тоже прикид неплохой, и тем более мне нравится, что у него в руках какой-то новый вид оружия, я такого досилия не видел. Так, ребятушки, не расслабляемся, ты не... Блин, это... Что-что-что-что-что, я не знаю, ребята. Ого! Ты посмотри, что он делает. Блин, он мне напоминает Роджера, того самого электрического чувачка, который все время бьет током. Смотрите, он зарядился электричеством. Ой, тихо-тихо-тихо, расходимся, расходимся. Нифига он бомбит, боксер, ну ты даешь. Блин, круто, я хочу этот костюм, ребята. Верите вы или нет, но костюм мне этот нужен любой ценой. Так, слушай, Ассасинка, хорош уже буянит. Знаете, что мне здесь нравится, ребята? Несмотря на то, что мы с вами вроде бы как не особо прокачаны, не особо сильны, тем не менее, урона они нам не наносят. Но также не стоит забывать, ребята, что у нас здесь изи-левел. То есть мы с вами играем на уровне сложности практически детское. На харде, поверьте мне, или даже на нормале нам такого веселья не предоставят. Ладно, это у нас, как говорится, пробный забег. Все равно, играя, ребята, в первый раз, надо хотя бы прицениться, чего нам ожидать. Ё, простая Ассасинка, ну ты, блин, прикольно. У тебя и меч, и сюрики, что только у нее нет, ребят. Так, боксеру сейчас хана. Ну, да что ж такое, ну осталось там маленько всего лишь. Да ё, простая, блин, ты будешь бить? Все, по-моему, хана, ребята, ему, да? Все, мой стрелок его забомбашил. Так, ну что же, остается у нас тут Ассасиночка, поэтому одна она здесь ничего не сделает, поверьте мне. Хе-хе, выловил ее из теневухи. Думает, что от меня можно, ребят, так просто скрыться? Нет, не получится. Даже ее теневики здесь не помогут. Что такое? Ах ты, ты куда на хилку-то нападаешь? Давай-ка, роднуля, укрепимся с тобой. И добивочный нам остается... Что такое? Куда она исчезла? Где? Иди сюда! Ты что там делаешь, а? Все. Да, ребята. Ну, тем не менее, мы посмотрели. Мне понравилось. Довольно неплохой у нас вышел поединок. Но это лишь только начало. Ребят, на ранг... Да, на ранг С мы с вами прошли. 150 бакинских. Вау! Сундук в честь первой годовщины. Так, а здесь уже нам предлагают донат, ребята, да? Так, набор за первую годовщину. Нет, я с этим связываться не буду, ребята. Так холодно, но горячо. Потому что... Ну, нет смысла, ребята. Конечно, я не спорю. Неплохие у нее такие вот... Сюрикен или как их назвать, не знаю даже. Бумеранги, блин. Вот. Но меня... Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Оу! Хо-хоу! Так, наверное... Надо будет скоро открывать нам сундуки. Так, ну что? Уровень сложности сложно. Но сюда я не буду, ребята, пока идти. А, у нас еще здесь сундук. Слушайте, нужно тогда нам с вами... Не знаю. Давайте, может быть, откроем один. Тридцать четыре брюлика он требует. Давайте посмотрим заодно, что нам из него выпадет. Шестьсот. Воу! Тысяча двести бакинских. Это уже хорошо. Так, отлично. И теперь мы с вами заберем этот сундук, который у нас там остался. Чтобы просто, ребята, не забыть в следующий раз. Так, давай вот так вот сделаем. Пятьдесят. Пятьдесят, ребята, брюликов. И... Воу! Пронзающее кольцо в честь первой годовщины. Хм... То есть, это колечко, я так понимаю, ребята, будет... Как вам сказать? Его нельзя будет выиграть в игре. Оно дается чисто вот за годовщину. То есть, раритетка охрененная. Надо будет потом посмотреть, что это за колечко и какие у него статы. Так, что у нас? Вот оно. Вот оно колечко, ребята. Так, оно делает пробивание. Величина перезарядки. Величина атаки. Ну и также снижает защиту у цели. То есть, в данный момент пока, ну, ребята, не прокачанное. Оно, конечно же, слабенькое. Очень слабенькое. Поэтому давайте попробуем его заточить. На максимум сколько у нас получится. Так, опыт на максимум. Понятно. Давайте усиливать. Хорошо. Давайте след... Ой. Блин. Ребята, мне нужно два предмета, а у меня, как вы понимаете, нету их. Только один предмет. Жаль. Очень жаль. Нам не получится усилить. Блин. Да потому что все слабые шмотки, ребята, я давно-давно впустил в порошок. Ну ладно, давайте заходить в бар. Ребята, у нас новое задание. Как видите, доктор голод. Квартал 1. Нормально. Доктора голода. Пройдите все уровни на ранг С, чтобы попасть в квартал 2. Так, снаряжение и награды квартала. Так, тут внизу что такое? Испытание. Три попытки у нас все удается. Ого. Поймай меня, если сможешь. Ха-ха. Хорошо. Так, магазин. И что? А почему магазин пустой? Это я не могу понять. Странно. Магазин обликов. А обликов почему-то никаких и нету. Странно. А может быть мы можем что-то сами продать тогда, получается? Погоди-ка. Ха-ха. Я что-то не понял, ребят. А в чем прикол? Я не вижу в этом смысла. Для получения улучшения обликов в магазине... Понятно, короче. Это легкое такое описание. Ладно. Я думаю, что нам предстоит с вами пройти и... Вот давай отсюда. Так. Снижает вероятность крит-удара. Так. Ну ладно. Попробуем, ребята. Вот начнем сверху. Не знаю, правильно, неправильно мы делаем. Фух. Ну. Так. Что-то мне это знакомое. Выбираем, конечно же, своих бойцов. Нет. Не боксера, конечно же. Вот так. Вот так. Так. И стрелка. Все. Да, ребята. Именно таким составом, я думаю, мы должны... Причем здесь бандиты? Это у нас лопушки. А может быть, лапушки. Давайте посмотрим. Ох, моя команда. Блин. Как же я давно в нее не играл, в эту игру. Так. Ну что. Где эти архаровцы? Ага. У нас идет, типа, я так понимаю, арена, да? Где мы должны с вами прожить. Как, в принципе, во многих ивентах. Ой. Да они вообще ватные, ребята. Они просто на удар. Вообще сосунки. Я никаких сопротивлений даже не вижу. Фух. Это что, прикол такой? Или они будут постепенно усиленными приходить к нам? Хорошо. Давайте посмотрим. Пока. Да ладно. Что, мы прошли уровень, что ли? Ребят, ну это... Ну это несерьезно, блин. Так. Ранг С. О. Мы с вами получили каких-то... Да что вы все меня этим своим донатом? Не хочу, я сказал я. Ребят, пять баночек каких-то. Или аэрозоли. Я даже не знаю, что это такое было. Давайте... Ага. Здесь уже меняются условия. Да я так понимаю, нам, наверное, нужно с вами защитить вот эту вот девочку от бандитов. Ну, в принципе, это было у нас в старых, как говорится, ивентах. Так. С Новым Годом, да? Мэри Крисмас. Хе-хе-хе. Ну ладно, так. Барышню нам нужно защитить, ребят, любой ценой. Поэтому не будем давать слабину. Давай вот так вот. Опа. Пардончи. Че, с удара, что ли, накрыли? Блин, опять ватные какие-то, ребят. Ну, я не знаю. В принципе, с одной стороны, для нас это хорошо. Но в чем подвох? По идее, ивент у нас, как говорится, новый. Но почему он такой легкий? Я боюсь какого-то подвоха. Вот в чем, ребят. Они, может быть, специально меня подготавливают к чему-то более-менее сложному, к такому? Ну, пока ничего такого нет. Давайте, ребята, просто-напросто их разбирать во что бы то ни стало. О, уже пистолечки появились. Ага, понятно. Так, ну... Эй-эй-эй-эй-эй. Ну, как видите, у меня на девочке стоит защитное поле. Так что в данный момент ей никто ничего сделать не сможет. Слушайте, а будут здесь амбалы или еще кто-нибудь более-менее серьезный враг? Или вот такие вот просто уголовники будут идти? Которых мы с вами сносим просто с удара. Да-да-да. Ах ты гад. Стреляет он. Так, иди сюда. Мне... Ага, стрелок-то все-таки пробивает. Давайте вот так. Мы подхилим? Да, мы подхилим. Все у нас хорошо, ребят. Можно вообще не переживать по этому поводу. Девочка, как говорится, в надежных руках. Ее никто не тронет. Ни один уголовник к ней даже не прикоснется. Блин, ниту сделал, ребят. А, нет, все, нормуль. Так, что-то они все так и прут к ней, а? Как будто там медом намазано. Да, ребята. Я так понял, очередная заварушка у нас пройдена. Не за что, малышка. Так, опять же на ранг С. Так в чем же все-таки здесь прикол? Оу. Так. Вот он сам. Я так понимаю, это доктор Голод. А если мы сюда? Ну-ка, давай попробуем, наверное, награды. Какой-то костюм. Задание доктора Голода. Так, ребята. Не знаю, что получится. Но я думаю, что вот это... А, так это же старый сосунок, помните, да, ребята? Байкер. Как его там звать-то? Я уже забыл. Валентин, по-моему. Да это и не важно, в принципе. Ну что же, давайте накумали. Да, 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 конечно. Так. Ага, значит, здесь все-таки у нас есть боссы. Но босс, как я смотрю, не такой шматный. Ладно, давайте попробуем. Тихо, 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 стрелок. Да, да, да. Я забыл, ребята, что он у нас эти... Зажигательные смеси разбрасывает. Точно, точно. Ну, слушайте, довольно неплохо мы его жарим. Посмотрите сами. Ребят. Жизнь у него просто улет... Да ёпта, со всех сторон он этими бутылками... Так, тихо. Ага, вспомнил. Он тут у нас будет сбивать. Точнее, его приспешники. Так, тихонько отходим, отходим. Отойдём. Ну что, промахнулся? Блин, а огонь-то будет здесь тухнуть или нет? Или так и будет гореть постоянно? Что-то не тухнет. А, нет, потух, потух, ребят. Всё отличненько. Ага, вот и амбалы. Я уж думал, что я их не увижу никогда. Нет, вот они, родные, появились. Пум. Но амбалы до сих пор... Амбалы не такие ватные, как те. Ага, опять он... Опять он начал тут разъезжать. Так, толстый, уйди от меня, пожалуйста. Не нервируй меня, блин. Так, отходим, отходим, ребят. Отходим. Блин, всё-таки сбили, а. Опять что ли? Куда ты поехал-то? Ты достал уже тут разъезжать, сосунок. Так, амбал, вали отсюда, достал уже в корень. Так, отходим. Главное, чтобы не сбили. Всё. Докатался, да? Так, и давайте своими суперударами будем его сжахать. Ну, что я могу сказать, ребят? Да чтоб тебя! Оу! Да-да-да, он ещё вот так умеет у нас сделать. Так, отойди, отойди. Блин, не успела. Что я могу сказать, ребята? Всё то же самое. Этот босс у нас уже был. Все те же самые движения он делает. Там у нас ещё будет один такой же. Посмотрим, в чём будет отличие. Ну? Так. И пробивной. Я думаю, что... Да! Э-э-э, глаза на выкат! Хе-хе-хе! Пока, Валентин! Отдыхай! Ну что? Кстати, да, нам за победу что-то должны дать. Какой-то костюмчик вроде бы, я так понял, да? Х2. Не надо мне ничего. Выберите персонажа. Один из персонажей вашего отряда должен остаться на этом уровне. Ага! Ну давай вот так вот сделаем. А что, мы теперь будем втроём, что ли, ходить? Облик, стрипит. Погоди-ка, я не понял. То есть, с каждым разом у нас будут отнимать одного героя, и нас становится всё меньше и меньше? Это несправедливо. Я на это не подписывался. Ребят, как же я без своего боя-то? Эй! Блин, а взять могу кого-нибудь? Ах, вот оно как! Ребят, значит, я могу взять взамен. Ну, ладно, хотя бы так. Блин, у меня что вампир, что магика, они не прокачаны. Но, по-моему, вампир более-менее прокачанный. Хорошо. Давайте посмотрим. Тем более, как мы видим, враги здесь не особо такие сильные. Вампиром я не играл. Ха-ха! Есть возможность посмотреть, на что он способен. А ну-ка! Ну что вы, хлопчики, пришли, тут ядрён батон, а? Так. Вау! Да просто на удар, ребят. Ну это вата. Ух! Вампир красота просто-напросто, ребят. Просто... Хоп! Опа! Он ещё и отхиливается за счёт того, что применяет свои скиллы, ребят. Не стоит об этом забывать. У него есть вампиризм. Всё, что ли? Блин, я только... Только раздухарился. Я думал, сейчас будем тут веселуху наводить. А как видите, веселуха закончилась буквально через пять чувачков. Так. Ну. Доктор. А, ну это понятно всё. Ну что же. Давай. Попробуем, ребята. Я оставляю, опять же, вампира. Но мне кажется, что его потом, наверное, надо будет оставить нам. Так. А что-нибудь другое-то? Ничего не поменяется? Всё та же самая заставка? Ладно. Хорошо. А, его не Валентина, а Виолент, по-моему. Красный Виолент назвать. Если я правильно понял. Ну что ж, давайте посмотрим. Что ты там хойкаешь мне? Вызвал, да, свою братву? Ну, я думаю, что она тебе тут не поможет. Единственное, ребят, я не понял. Мы с вами должны зарабатывать какие-то шмотки. Так ведь вроде бы. Но где они находятся? И когда нам их дадут, может быть, мы должны пройти этот ивент с вами? Да отойди ты, ядрён батон. Он жарится, он там мне. В огоньке. Ага. Костетик. Так, вампир, давай, 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 давай. Давай, давай. Эть! Красава-то какой, а! Просто, просто красава, ребят. Ух! Вжарил. Вот это, кстати, удар его полностью восстановил. Эй! Стрелок! Ядрён батон! Вставай, давай быстрее! Собьют? Нет? Нет, не собьют больше. Так, отходим, 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 отходим. Так, вампир. Фух, шустрый ты, однако. Ну, продолжаем бомбить, ребята. Уже почти ползаруя мы у Виолента, у этого забрали. Ох! Вау! Вампир там чё только не чудит, ребяток. И у него суперудары. Я не знаю, правда, не разбирался, за что отвечает у него тот или другой суперудар. Но в процессе боя это всё можно, блин, как говорится, изучить, запомнить. Ага. Так, стрелок, ты не припухли там. Минус. Отходим. В принципе, босс вата, ребят. Даже несмотря на то, что у него эти кореша тут, как говорится, ездят и пытаются нас сбить. Ничегошники у него не... Опять, опять начинать свои зажигательные смеси разбрасывать. Пора, по-моему, с ним завязывать. Всё. Чуть-чуть осталось, ребята. Давайте, добивочные сейчас сделаем ему. Что? Всё, он, ребята, отдуплился. Изи-каточка, так что хорошо всё идёт. Сейчас, наверное, попросят мне кого-нибудь оставить. Вот, предчувствую просто-напросто. Потому что при первом боссе такое было. Фух. Ага, так и есть, ребята. Ну что же, оставляем вампира. И двигаемся с вами дальше. Так. Какой-то облик зарабатываем, блин. Вот сюда нужно, да? Ну, у меня встаёт следующий вопрос. Кого мы будем с вами брать, а? Магику или же ассасинку? Так, опять защита девушки. Слушайте, я, наверное, думаю, что возьмём, наверное, магику всё-таки. Ребят, хотелось бы, конечно, ассасинку. Она у меня более раскачанная. Но я хочу поиграть за магику. Так что, ребят, давайте смотреть, на что она у нас способна. Так, девчуля у меня убегает. Ну, естественно, мы её сейчас будем защищать. Я надеюсь, что всё то же самое будет. Так, вот они эти три ползунка. Которые хотят её покалечить. Магика у меня в таком прикиде. Так, давай-ка супервертушку. Ой, куда ты полетел? Блин. Куда он улетел, дурь? Ха-ха. Узник, ё-ба-ё. Так, делаем защиту, короче, ребята. Так, я хотел посмотреть у магики вот эти вот суперудары. Давайте посмотрим. Оу. Смотрите, ребята, куклы-убийцы появились у нас. Так. Вау-вау-вау, они бегут. Ха-ха. Как только видят цель, сразу же к ней бегут, ребят. Так. Ёлки-палки. Слушайте, ну это неплохое подспорье. В плане того, что просто у нас ещё становится как бы два бойца. Да, они быстро, конечно, заканчиваются. Но всё-таки так, у нас есть вот ещё что. Давайте. Вау. Ха-ха. Три скелета. Охренеть, ребят. Вообще просто магика. Это какой-то читер. Ё-моё. Посмотри. То у неё кукла-убийцы, то скелетов. Воу. Ещё не топырь. Так. А это что у нас такое? Так. Ага. Посох отхила, ребят. Ой. Да мы так можем вообще, ребят, вызывать то куклу-убийц, то скелетов, то отхил. То есть у врага просто никакого шанса не будет. Хе-хе. Да, магика, вот это ты читерок, конечно. Ничего сказать не могу. Несмотря на то, что даже, что твои вот эти вот суперудары довольно быстро заканчиваются. Но, как видите, нам этого вполне хватило. Да. А если её ещё и раскачать, да если ей ещё и выучить все суперудары. Ох, ё-моё. Я думаю, что это будет просто... Такой читер. Просто можно будет её одну брать против боссов. Вообще, я думаю, что это будет идеальная, идеальная героинька. Как видите, мы с вами прошли на ранг S. Блин, а что же это за флаконы-то мы зарабатываем? Ага! Ха-ха-ха-ха! Ну что же. Ё-моё. Нифига это чувак. Слушайте, а он какой-то весь в бинтах странный какой-то. Так, ну что, наверное, так и оставим, да? Такой составчик, ребята. Я думаю, нам здесь не помешает кукла-убийца и скелетики эти. Фух. Я не знаю, что он из себя представляет. Воу, опять? Ого, со скальпелем. Нифига ты. Ты посмотри, это же маньячилы, ребята. Доктор Голод. Ага. Я такой голодный, говорит он, блин. Ну давай посмотрим, что он вообще может, ребят. Так. Смотрите, вот такой интеллигент, ёлки-палки, поправляет себе костюмчик после ударов. Слушайте, ну судя по тому, как мы его разбираем. Это доктор сосунок будет. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо отходим. Какой-то фигни... Ага. Он бросает радиацию. Ну, по крайней мере, какие-то пробирочки. Что там делать? Что он там делает? Нифига у него на груди там взрывчатка. Хе-хе. Офигеть. Да он, ребят, какой-то... Это не живой чувак, стопудово вам говорю. Это какой-то то ли полукиворг. Ну как он может, извините меня, взорваться? Сам себя взорвать? При этом остаться живым. Какая-то ересь. Так, где он там? Вон он. Слушайте, да ему хана. Смотри, смотри, смотри. С ножом с вами балуется. Блин, ну он все-таки прикольно сделал. Мне нравится. Тихо! Что это? Смотри, смотри. Бежит, бежит за хилкой моей. Оп. И промокнулся. Ага. Его нельзя, ребята, остановить. Он бежит как... Что-то там еще гипнозом. Ах ты гад! Ты смотри, смотри. Взрывает себя, ребят. Себя взрывает и... Мозги наружу. Вот это жесть. Слушайте, ну я победил, доктор зло. Ой, доктор голод, е-мое. Блин, конечно, не на ранг S. Так, ну и что же нам это дает? Давайте посмотрим. Сундук босса доктора голода. Первая глава. А что, есть еще и другие главы, что ли? Так. Что же нам нужно сделать-то? Так, это просто фотография. Хе-хе. Так, уровень сложный, наверное, нужно пройти. Но для того, чтобы пройти, нам нужно все уровни с рейтингом S сделать. Тогда мы перейдем с вами на нормальный. Подожди. Бред какой-то. У нас и так нормально. Мы прошли сейчас только что этот... Немножко запутался, ребята, я. Тут вот, смотрите, банки, склянки. Мы что-то с вами копим. Облик набор химзащиты. Прикиньте, ребят. Для кого этот облик интересный. Так, рекорд дня. Звезды за неделю. Как только число звезд на неделю достигнет. Так, понятно. Мы получаем все награды. Для улучшения обликов в магазине обликов. Вы сможете победить. Понятно все, короче. Мне интересно одно. Где эти облики и как мы... Оу. Так тут еще и условия меняются. Ага. Смотрите-ка, ребята. Вот это уже интересно. То есть мы вначале как бы изи проходили. Теперь, видимо, уровень сложности будет нормальный. Потом будет сложный. И в конце концов ад. А вот, ребята, у нас и появились костюмчики. Ну, как видим, 100... Да ладно, вы издеваетесь, что ли? 100 брюликов. Блин. Слушайте, а почему... Где мне взять вот эти вот монеты? Мне нужно 50 монет, чтобы я смог купить облики. Так ведь? А где их брать-то? Как-то странно. У меня не хватает. У меня, ребята, только лишь обычные, желтые. А где же мне брать красные тогда? Ну-ка, предположим, если я вот так вот сделаю. И... Ну-ка. Так, не хватает монет. Нужно 50. Так это понятно. А где мне их взять? Кто скажет мне? Где их можно вообще тут заработать? А ну-ка, давайте-ка почитаем с вами подсказочки. Может быть там что-нибудь есть? К доктору Голоду ведут три пути. Каждый из них неизведанно и полон опасностей. Понятно. Нужно разрушить планы доктора Голода. Это все ясно. После каждой схватки вы получаете звездный рейтинг в зависимости от своих результатов. Вы можете бросить вызов доктору несколько... Ну, это понятно все, ребята. Так. Попасться в рейтинг. Результаты за неделю. Слушайте, ну я... Так, с небольшим... Ну, это понятно. Все, ребята, это у нас и так было ясно. Ну, то есть за каждый раунд мы с вами... Продавайте пятизвездочное снаряжение в магазине обликов за красные монеты облика. Так. Не понял. Продавать... Ну-ка, секунду. Где этот магазин? Если я, предположим, буду продавать пятизвездочное, да? Блин, где у меня пятизвездочное? Тут четыре звезды... Вот. Вот куртка у меня, да? Ну-ка. Ага. Ха-ха-ха. Чтобы заработать вот эти монетки, ребята, я должен продавать пятизвездочное снаряжение свое. То есть другого варианта нету, я так понимаю, да? Монеты эти никак не получить. Зашибись. Ну-ка, да? Короче, четыре звездочные, ребята, идут за деньги, а пятизвездочные идут именно вот за эти. Офигеть. То есть, грубо говоря, мне придется теперь где-то добывать шмот, раскачивать его до пять звезд, чтобы продавать и получать новые вот эти вот облики. Да, хитро, хитро. Я ничего не могу сказать, ребята. Это просто жесть. Ух, да. Давайте-ка прогуляемся по талантам, ребята. Мне, так, вампир-то, ладно, мне нужна магика. Где ты, моя радость? Иди сюда ко мне. Так, где же ты? Во. Так, что у тебя не изучено? Так, ага, вижу. Здесь, внизу. Так, сколько? Две семьсот. Увеличивает параметры. Слушайте, ну мне не хватает, не хватит, ребята. Да, к сожалению, баксов не хватает. Так, ну я могу улучшить. Сколько? Ага, вот здесь. Так, палочку улучшаем волшебную. Ладно, хорошо, я согласен. Так, и еще, по-моему, мы сможем вот здесь вот, ребята, на защиту поставить. Три шестьсот. Офигеть. Ну, поверьте, все это, ребята, надо будет прокачивать по полной программе. Так что, я доволен, как удав. В общем, игрулька что-то новенькое нам, как говорится, предоставила. И я ей за это благодарен. Ох. Так, ну что, скоро у нас все, ребята, здесь это дело откроется. Ну, и, естественно, я потом посмотрю. Ну, а на этом, пожалуй, можно и завершать этот видосик. Всем большое, ребята, спасибо за просмотр. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующих сериях. И продолжим играть в эту игру. Получать новые облики и так далее и тому подобное. Так, отлично. Чуть было не забыли про этот сундук, кстати. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, видосиков. Редактор субтитров А.Семкин